Я вообще бы им посоветовал, перед тем, как поднимать подобного рода вопросы, устраиваться куда-нибудь гробокопателем на какое-нибудь московское или подмосковное кладбище, а потом рот разевать. Ленин, конечно, это фигура исполинского масштаба. Гений, титан, мысли, практик. Люди, которые открывают рот на Ленина и начинают устраивать очередные сатанинские пляски, это люди либо очень недалекие, но просто малообразованные или тупые. Либо это хорошо все понимающие люди, но подлецы по своей сути. Продажные скотины, которые за понюшку топога не то, что там Мавзолея Ленина продадут, но и мать родную. Слушайте, ну, с одной стороны, это уже надоело, просто навязло в зубах. Это вот какой-то шизофренический бред. Осенью, весной начинаются у этих товарищей обострения. Вот они начинают опять эту тему поднимать и вокруг нее устраивать сатанинские пляски. Теперь то, что касается их профессион ДФО. Я вообще бы им посоветовал, перед тем, как поднимать подобного рода вопросы, устраиваться куда-нибудь гробокопателем на какое-нибудь московское или подмосковное кладбище, а потом рот разевать. Пускай каждый занимается своим делом. То, что касается Мавзолея и советских вождей, которые похоронены за Мавзолеем, кто-то из них в земле, кто-то из них в самой Кремлевской стене. Это целый комплекс, мемориальный комплекс. Причем я замечу, что Мавзолей не сам по себе, а вообще вот как центр этого мемориального комплекса является мировым достоянием. Внесен ЮНЕСКО в список достояния всего человечества. Поэтому прикасаться своими грязными ручонками, а уж тем более раскрывать свой поганый рот по отношению к Ленину и всем советским вождям, ей-богу, не стоит. Они просто подобным образом демонстрируют собственное невежество и собственную человеческую подлость и низость. Ленин, конечно, это фигура исполинского масштаба. Наш народ, наш русский народ должен гордиться тем, что мы подарили миру и всему человечеству такую фигуру. Гений, титан, мысли, практик, который не только написал колоссальное количество классических, я хочу это заметить, работ, которым все прогрессивное человечество и все разумные люди обращаются уже более ста лет. Но это человек, который многие свои идеи воплотил на практике. Он первым построил государство рабочих крестьян в мире. Он был первым на этом пути. Понятно, что на этом пути было огромное количество ошибок. Действовали методом проб и ошибок. Но, тем не менее, этот, как у нас сейчас говорят, слово эксперимент, оно мне очень не нравится, но, тем не менее, этот эксперимент, он удался. Потому что было создано впервые в мире, я хочу это подчеркнуть, классовое государство, но классовое государство в интересах большинства народа. Государство диктатуры пролетариата, затем и общенародное государство. Это не было государство рабовладельцев, или государство феодалов, или буржуазное государство, которое отражало интересы узкой, очень узкой прослойки населения страны. Ну дай бог там один, два, ну может быть пять процентов. А здесь все было перевернуто, что называется, с головы на ноги. Все встало на свои места. Вот говорят, большевики ненавидели русский народ, собирались устроить из России какую-то вязанку хвороста, чтобы поджечь пожар мировой революции. Слушайте, нашим властям, вот всем, которые пришли после большевиков к власти, так бы ненавидеть русский народ. Поголовно грамотное население, бесплатная высококачественная медицина с ежегодной диспансеризацией для всего населения. Это вообще было ноу-хау. В мире такого вообще не было. А эта диспансеризация, я сам пацаном был, была установлена во времена прежнего, еще в конце 60-х, начале 70-х годов, на фабрике. Вот у меня мать работала на ткацкой фабрике в Сокольниках. К ним раз в полгода всегда приезжал медицинский автомобиль с рентгеном, с необходимыми лекарствами, необходимой аппаратурой. И все поголовно сотрудники их фабрики проходили диспансеризацию в течение нескольких дней. Если у кого-то что-то обнаруживали, вот буквально тут же на месте человеку выписывали направление или делали госпитализацию. И человек тут же отправлялся в больницу, в стационар, чтобы там его обследовали. Что у него, как и так далее. Все это делалось бесплатно, без всяких очередей. Сейчас вот я вынужден был делать себе КТ грудной клетки, я не мог сделать КТ грудной клетки больше месяца. Меня из кабинета в кабинет гоняли. Понимаете? Вот и все. Или можно другой вариант. Пойти и сделать КТ. Где-то порядка 9-11 тысяч рублей. Ну хорошо, я могу себе это позволить. Но подавляющее большинство людей не могут себе это позволить. И это КТ только одной части, так сказать, твоего организма. Это не полное КТ. Теперь то, что касается, например, всех остальных вещей. Трудовой день 8-часовой. А кто его установил? Люди забыли, что в начале 20 века рабочий день, трудовой рабочий день составлял по 10-12, а где-то даже 14 часов. Причем это было не сидение за компьютером. Знаете, это не офисные хомячки сидели. Это был тяжелейший физический труд. Вот у меня сейчас вопрос к современной молодежи, которая сидит там за компьютерами или там за баранкой автомобиля. А вы сможете отработать хотя бы неделю по 10 часов с тяжелым физическим трудом? Потаскать трубы, порыть канавы, полить сталь, добыть уголек и т.д. и т.п. А потом я на вас посмотрю. Впервые большевики гарантировали 8-часовой рабочий день. А потом он был и снижен до 7 часов. И трудовая неделя, ведь тоже об этом забыли. Ведь трудовая неделя раньше была вообще без выходных. Потом сделали один выходной день. А потом и два выходных дней. А потом и два выходных дня. Просто у нас об этом сейчас не помнят. Я вот это хорошо помню, потому что я пацаном. Мы по субботам учились и в школе, и в вузе. По субботам работали. Был один выходной день, воскресенье. И люди как-то успевали восстанавливаться и не прогуливать работу. Вся страна работала. Причем работала не так шаляй-валяй. А все выполняли государственный план. А потом пошло все в разнос. А сейчас возвращается все на круги своя. Вот посмотрите, у нас что творится с социальными гарантиями и правами граждан. Ну, много декретный он именитый, в который уходят сейчас наши мамы. Так кто его установил впервые в мире? Большевики. Вот так они ненавидели свой народ. Я уже эту приводил цифру много раз, но не грех ее напомнить и вообще, как отче наш, зазубрить всем нашим либералам. После войны население Советского Союза составляло примерно, ну плюс-минус, 167 миллионов человек. С учетом тех гигантских потерь, которые мы понесли в войне. К концу существования Советского Союза, то есть к 1991 году, население страны составляло 291 миллион человек. За 45 лет численность населения выросла на 124 миллиона. 124 миллиона. Какие-то гигантские вообще цифры. Дальше. Когда рухнул Советский Союз, численность населения РСФСР составляла 148 миллионов человек. Мы сейчас, за последние 30 лет, даже не можем достигнуть этой цифры. Это с учетом того, что в постсоветский период как минимум 10 миллионов граждан других союзных республик переехали в Россию и получили гражданство. То есть они попадали, естественно, под перепись населения. И плюс мы присоединили в 2014 году Крым. Это почти 2,5 миллиона. То есть если вычесть вот эти вот 12,5 миллионов из 146 или 147, то получается, что нас бы сейчас было бы 132 миллиона. То есть это минус 16 миллионов человек. Минус 16 миллионов. Ну хотя бы прирост дали бы 16 миллионов за эти 30 лет. Я уж не говорю там про 80-90 миллионов, если так вот по логике вещей. Это вот ярчайшее доказательство эффективности так называемой буржуазной экономики. И кто о ком родил больше, в каком соотношении. Так что я еще раз говорю, что люди, которые открывают рот на Ленина и начинают устраивать очередные сатанинские пляски, это люди либо очень недалекие, просто малообразованные или тупые. Либо это хорошо все понимающие люди, но подлецы по своей сути. Продажные скотины, которые за понюшку-то бога не то, что там Мавзолей Ленина продадут, но и мать родную. Я вот тут дискутировал на эту тему. Ну слово «дискуссия» я беру в кавычки. Есть такой Станислав Бышок, сопляк, который на 18 лет меня моложе, но тем не менее позволил по отношению ко мне абсолютно хамскую выходку. Назвал меня ботом и сказал, что я не говорю о лаю. Так вот, это как в ответ на мою реакцию на его предложение. Так вот, этот негодяй предложил вообще сделать из Мавзолея Ленина коммерческое предприятие и продавать билеты всем желающим посетить гробницу Ильича. Понимаете? Я предлагаю сделать такое же коммерческое предприятие на могиле его родственников. И вот мы посмотрим, сколько туда человек будет ходить. Слушай, ну это переписывание истории идет уже в последние 30, а я бы даже сказал 35 лет. То есть началось это еще во времена Горбачева. К чему это может привести? Смотрите на Украину. Совершенно очевидный вот пример того, как переписывали историю и для чего главное ее переписывать. То, что касается по поводу переписывания истории, я думаю, что все вот эти вот вбросы и предложения, которые периодически делаются и на страницах СМИ, и на телеканалах или радиоэфирах, они ведь не только преследуют задачу переписывания истории, они преследуют конкретную задачу опорочить коммунистический общественный строй. То есть опорочить весь период советской истории. То есть показать, что это был кровавый мордор, черная дыра в истории русской цивилизации, что нам никоим образом туда нельзя возвращаться, что там вообще ничего хорошего не было и т.д. и т.п. А это уже политическая задача. И понятно, что те, кто озвучивает эту задачу, они выполняют конкретный политический заказ. В данном случае это заказ крупного капитала. Прежде всего крупного капитала. А там они используют в своих интересах уже и, что называется, лавочников, понимаете, мелких бюргеров. Потому что они им подсовывают суррогат в виде вот этого русского национального самосознания или русского национализма. В представлениях которых Россия бы давно расцвела и пахла, если бы вот ей не мешали свои леваки там, условно говоря, или какие-нибудь там иностранных спецслужб. Или там, как у нас принято говорить, англичанка гадит, понимаете. То есть они переводят стрелки на Вашингтон, Лондон, пятую колонну и т.д. и т.п. Лишь бы, значит, оградить себя от какого-либо подобия критики или понимания тех процессов, которые происходят. Поэтому осквернение памяти Ленина, исхожение истории, оно началось именно как один из важнейших элементов разрушения советского общественного строя и Советского Союза еще при Горбачеве. И дирижировал этим, причем, надо сказать, дирижировал очень умело никто иной, как Александр Николаевич Яковлев. И вот та свора агитпроповских шакалов от идеологии, которые он, так сказать, привлек, выпистывал и выпустил, что называется, на охоту. А кто были такие яковлевские шакалы? Мы хорошо знаем. Федя Бурлацкий, Санек Цепко, который до сих пор гавкает, ну и т.д. Они в данном случае просто являются продажными девками империализма, как раньше говорили. Проститутки политические, которые ничего святого не имеют. Эти же негодяи всю свою карьеру начинали и заканчивали в аппарате ЦК КПСС. Эти же подонки носили вот здесь у сердца партийный билет, где было написано, что КПСС – это ум, честь и совесть нашей эпохи. Понимаете? Они там все поимели. И квартиры хорошие, и пайки хорошие, и зарплаты у них были хорошие. И печатались они. И потом, это же, знаете, что называется, плюнуть в могилу собственного отца и собственной матери. Вот такие негодяи были призваны как раз вот начать процесс вот этот. А потом уже его подхватили всякие дуди, пивоваровы и прочая, значит, необразованная шобла. Те-то негодяи были образованы. Они все прекрасно знали, что они делали. Это, кстати, лишний, вернее, является таким как бы лишним аргументом вот в тяжесть их вины. То есть, если будет, условно говоря, какой-то суд, вот, я сомневаюсь, но, тем не менее, я буду выступать общественным объединителем, я скажу, что Дудю мы дадим пожизненный. Он будет валить там, условно говоря, лес где-то. Потому что он молодой, сопливый, необразованный и, как говорится, неграмотный. А вот эти негодяи, вот Цепко еще жив, они будут публично повешены на Красной площади при огромном течении народа. Потому что именно они воспитывали вот этих вот мерзавцев. Они-то все знали, что они делали, понимаете? Они прекрасно понимали, что они разрушают страну за свободу и независимость которой погибло такое количество людей. Они не только в могилы своих родителей плюнули. Они плюнули в могилы миллионов и миллионов солдат Красной Армии. Они плюнули в могилы миллионов человек, которые замучила гитлеровская фашистская оккупационная администрация. Они плюнули в могилы тех миллионов мучеников гитлеровских концлагерей. Это подлецы, которым нет прощения во веки и веков. Никогда. Понимаете? А у нас вместо того, чтобы это говорить, это акцентировать, им дают площадки. Сань как цепко бегал к Бабаяну. Понимаете? И векистнул там. Или этот, как его Станкевич. Он до сих пор не слазит с этих центральных каналов. У меня такое впечатление, что он либо себе там снимает номер где-то гостиничный, либо купил какую-нибудь квартирку прямо рядом с телецентром, чтобы далеко не мотаться. Понимаешь? Вот и все. А вот эти негодяи, они во всем этом участвовали. Остепененные негодяи, я хочу сказать. Так что вот таким вот образом. Поэтому это все вещь очень опасная. И потом я хочу сказать, что нашей власти не надо сидеть на двух стульях. Потому что вот это сидение на двух стульях, она и приводит к тому, что на Западе, прежде всего в Европе и в Америке, об нас ноги вытирают. Мы же сами в свое время посыпали себе голову пеплом и кричали, да-да, поляков в Катынском лесу расстреляли. Да-да, пакт Ребентропа-Молотова – это преступный договор между двумя тоталитарными диктаторами. Ну и далее по списку. Понимаешь? А теперь мы говорим, как так? Что это такое? Как так? Так мы сами об этом говорили позавчера еще. Причем не один раз. Начиная с Горбачевской перестройки, те же Амнуэли и т.д. и т.п. Они сейчас просто повторяют зады того, что было говорено и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас в 2010-е годы. У нас Сытин, господин Сытин, доктор наук, получивший прекрасное образование при советской власти, откровенно на Первом канале высказывает постоянно фашистские взгляды. Просто вот откровенно фашистские взгляды. Я один раз указал на это. Товарища Спицына на Первом канале нет уже больше года, а товарищ Сытин туда ходит на работу, получает очень хорошие деньги. Ну вот и все. Так что вот оно идет, переписывание истории. И потом тут еще важная, конечно, составляющая. Это та реформа образования, которая была проведена, и катастрофа с ЕГЭ. У нас на выходе очень незначительное количество детей вообще понимают, что такое история, и знают хоть какие-то факты по истории собственной страны. А значительная часть школьников, к сожалению, ничего не знают. Они не знают вообще даже легендарных личностей. Легендарных личностей. Я тут видел вот один сюжет, там какого-то пацаненка из города Гагарин, Джатска. Спросили, в честь кого назван город. Ну он сказал Гагарин. Ну понятно, это у дурака спроси, как называется город Москва. Ну тут Гагарин. А как его звали? Алексей Юрьевич. Понимаете, не Юрий Алексеевич, а Алексей Юрьевич. Так что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова